все ребят вижу себя всем привет так у нас тут сразу же с вопросов начинается до мария светочка милая здравствуй крик души уже нет желания нет цели может это гордыня но сил нет и так четвертый год с людьми общаться не могу до слез потом выключена из социума как оживать нет желаний но здесь же тогда жизнь она же не про желание она про делание желание мы подстраиваем под форму делания это мы себе придумали желание которых по факту но не существует что такое желание желание мы определяем всего лишь тем образом жизни где мы живем ну то есть если я живу в такой-то стране в таком-то городе работаю на такой-то работе то мои желания они максимально близки к тому чего я могу что я могу себе представить что я могу себе позволить в какой-то степени но это не то что хочет моя душа потому как душа она она же ничего не хочет душа она просто есть и она просто как как состояние как состояние которое которое объединено но с нашим мозгом с лобной долей с височной долей с мозговым стволом с теменной долей затылочной долей с мозжечком то есть душа это некий такой объект объект чувствования которые базируются на физиологии и и очень часто мы эту физиологию мы не можем почувствовать вот этого кайфа души потому что не знаем свою физиологию не знаем свою физиологию и состояние нейрофизиологии и состояние нейрофизиологии я сейчас объясню как это работает то есть смотрите когда наше тело работает на определенных вибрациях и эти вибрации дает в том числе кровеносная система и у нас происходит в теле какой-то сбой сбой может быть как открытым так и скрытым и вот этот сбой который может быть как открытым так и скрытым мы его можем не замечать причем даже открытый сбой открытый сбой физиологической системы и когда мы его не принимаем он функционал тела капсулирует и когда он капсулирует функционал тела то наша гормональная система перестает выдавать какие-либо импульсы и как только наша гормональная система передает подавать импульсы у нас состояние физиологии ничего не хочу это не интересно это не хочу потому что нет гормонального всплеска наша лимбическая система не задействована наша префронтальная кора она остается как бы неудел и тогда все чего за чтобы мы не взялись нам кажется не интересным вот я это вроде попробовал мне не интересно я это попробовал мне не интересно что в таких случаях делать сейчас вы конечно можете слушать сейчас очень много талантливых людей не знаю как это сказать талантливых или одаренных или еще каких-то которые рассказывают о просветлении просветленным и это здорово это очень многим помогает но помогает прийти в состояние души но в этом материальном мире у нас дано нам единственное что дано это наше тело потому что душа она есть не только в этом теле она и дальше может проявляться она и дальше может проявляться в других плотностях с другими чувствованиями с другими ощущениями но то что связано в этом мире в этой плотности если вы хотите познать какой-то какой-то кайф какой-то драйв именно в этой плотности то вам нужно действовать именно через через ваш биоскафандр через ваше тело через вашу физику задействую я через гормональную систему головной мозг это здорово что мы с вами говорим и я говорила неоднократно что без мозгов вне ума жить намного проще намного лучше намного удобнее но всему есть есть наверное допустимые допустимые видение на каждом этапе и я могу сейчас наверное сказать это мое мнение вы с ним можете быть абсолютно не согласны и возможно я его потом поменяю но на сегодняшний день я вижу так что в этой плотности просветлиться тотально это значит уйти из этого физического тела в это просветленным когда ты видишь остальные грани и цепляясь просто за свою просветленность что здесь все хорошо все в гармонии и нужно просто этим всем наслаждаться это здорово если ты четко определяешь другие грани самого себя и у меня был такой случай ко мне издали дальний прилетел один человек у него была очень сложная ситуация с его супругой которая была при смерти и он ко мне прилетел чтобы пробудиться просветлиться чтобы реагировать на какие-то моменты так как я точнее так как он видит как я реагирую как он думает как я реагирую на то-то либо на то-то и когда мы с ним начали разговаривать то то он понял что дело не в просветлении не в том в каком состоянии находишься ты а в том в каком как ты любое состояние берешь для себя и если ты что-то берешь для себя и воздвигаешь из ранга эмоционального в ранг нейтральности то ты его не прорабатываешь нейтральностью а замазываешь выводя вот этот эмоциональный фон который ты при приглушил на что-то другое то есть человек может заняться каким-то делом невероятным которым не занимался он может безумно влюбиться он может там начать что-то такое творить что никогда этого не делал но вот этот гормональный фон которым он начал во что-то выплескивать он потом схлапывается и человек остается как бы и там как ему кажется у разбитого корыта что вроде бы и там ничего не сделал не просветлился не стал так видеть все вещи что они просто есть что там не обязательно эмоции и здесь не поймал то что должен был поймать так вот каждый наш момент который который дан в этой плотности это не разъединяться со своим телом это не разъединяться со своим умом со своим мозгом это идти в единение абсолютно всего идти в единение цветами идти в единение даже с техникой идти в единение с воздухом идти в единение со своим телом со своими внутренними органами и чтобы найти смысл чего-либо в этой жизни когда у тебя все потеряно потеряно через голову ты же вот эту потеряшку себя как потеряшку воспринимаешь через голову не через душу потому что еще раз повторюсь душе не нужно она есть любовь она просто есть она просто здесь проходит очередной опыт а тебе нужно через тело запустить свою гормональную систему активировать свою префронтальную кору в большей степени и как это сделать это сделать только через физику через сделание если ничего не интересно то просто начни элементарно с каких-то легких физических упражнений это может быть ходьба это может быть легкий бег это может быть какая-либо практика всеми известные вот все что что у тебя в доступе ты просто начни это делать и чтобы запуститься гормональному фону ему нужно вот этих вот деланий от 7 дней всего лишь от 7 дней но здесь очень важно чтобы не перейти на тот момент что я начал ходить вот я вроде уже привык а потом эта привычка опять сошла на нет то есть ты должен все время увеличивать свой вот этот вот наркотический потенциал гормональной гормональным скачкам точно даже сын чихнул и чтобы это запустить вам помимо того что двигаться вам нужно еще как бы размять наверное это помидорами но запустить максимальный кровоток может быть так скажу скажем мозжечок мозжечок в затылочную долю и это опять же вот здесь разминаем вот здесь разминаем под черепок прям хорошо себе массажируем это все и когда у нас происходит вот вот эти вот состояния то тогда ты не потерянное тело с необретенной душой становишься а тогда ты возвращаешься просто через тело возвращаешься в состоянии души опять же это не замкнутый круг душе не нужно ничего потому что душа она всегда полна она всегда идет на отдачу она всегда идет она изобилие но чтобы это изобилие раздавать у нее должен быть плотный каркас огранка и вот эту огранку вы должны поддерживать чем-либо попробуйте дайте потом обратную связь так юлия светочка добрый вечер сколько в день на пятках ходить можешь пожалуйста рассказать что происходит при этом в теле благодарю так на пяточках от 5 до 15 минут большего не нужно что происходит когда мы ходим на пяточках то есть пяточки это такие наши кнопочки которые кожа на пятках у всех индивидуально то есть ваша кожа на пятках она под вас под ваш образ жизни на данный момент существует толщина пяточки ее ее сама структура ее форма она на данный момент создана под вас под вашу походку под ваши вес под ваше тело и когда мы ходим на пяточках на пяточках лучше ходить естественно без тапочек без обуви конечно лучше это на земле делать но если нет такой возможности просто по квартире когда вы ходите на пяточках вот вы может быть даже не ощущаете этого состояния но например люди которые долго лежат они даже когда встают они чувствуют каждую мышцу мы не чувствуем каждую мышцу потому что мы постоянно ходим так вот когда вы ходите на пяточках вы натягиваетесь как струна натягиваются мелким мелкие мышцы не основные мышцы не основной каркас хотя основной каркас тоже а мелкие мышцы милл вот эти сухожилия все капилляр че они как натянутая струна становятся вытянуты и за счет вот этой вот прямоты у вас под вибрации когда вы ходите у вас получается вибрация идет в вашего в вашего ритма сердце по всему телу и вот это вот вибрация она как бы прокачивает весь все ваше тело разбивая разбивая какие-то там бляшки разжижая кровь приводя ее в норму то есть мне это сейчас скажут наверное если у кого-то слишком жидкая кровь приводя ее в норму наверное так будет проще сказать и особенно если есть варикоз даже если скрытый варикоз то при ходьбе на либо синдром беспокойных ног наверное тоже многие с этим сталкивались особенно женщины то вот это упражнение при ходьбе на дней ребят на синдром беспокойных ног он просто отступает причем даже клинический поэтому очень очень простое очень хорошее упражнение привет отемушка красивый дом тебя муж содержит нет у меня нет мужа меня я содержит света для чего вообще останавливать ум это ведь инструмент предназначен для сотворения реальности в этой плотности чтобы открыть уровень на котором это все создается дальше вопрос для чего останавливать ум смотрите мы очень часто путаем сознание осознание интеллект и рассудок рассуждение то есть все эти моменты у нас просто переплетаются и вот ум зачастую спутан с мыслями и чаще всего когда человек говорит отключить ум он имеет ввиду отключить мыслительный процесс но если вы представите например себя ну вот в комнате да вот представьте себя в комнате и в этой комнате и в этой комнате много-много каких-нибудь там сверчков у меня лягушки за окном если слышно и вот их много-много вот этих светящихся пятнышков и вот эти вот много-много светящихся пятнышков это мысли которые у вас каждую минуту вспыхивают новые-новые-новые их полно но и вот ваш ум вы же это сейчас представили умом и сейчас вы понимаете что ваш ум это не есть эти мысли и когда вы мысли просто наблюдаете вам их не обязательно брать в свой ум вам их можно просто отслеживать можно не отслеживать можно просто наблюдать как они есть в этой комнате но это не касается ума то есть ум это не мысли ум это хранитель нашего физического тела наше физическое тело это хранитель нашей души и если мы перестанем брать вся в том числе и мысли то нам будет проще приходить к себе и делать делание исходя из души то что душа просит реализовывая это через тело а тело будет реализовывать это через ум я просто на сегодняшний день достаточно ну много много для себя в отношении себя исследую сейчас не только физическое тело но и мозг и очень много того что от нас нам не говорят не говорят по той наверное по тем соображениям что кто-то считает это неважным кто-то считает это чем-то таким не очень притягательным и возможно на следующем эфире чтобы все в кучу не брать я вам расскажу как наш мозг за что отвечает какие части мозга за какие внутренние органы то есть за какие внутренние органы а наши внутренние органы отвечают за то что происходит вовне и вот когда был марафон и он есть в записи если кому-то интересно можете с ним ознакомиться рождение аватара называется по-моему там я говорила какой внутренний орган на что что отражает во внешнем мире внешний мир что отражает на каком внутреннем органе вот сейчас я это склеиваю с мозгом то есть у нас склеиваю вот то что было было максимально понятным это донести что наша плотность это как комната в которой сидишь ты ты который не являешься даже мозгом потому что ты видишь как работает мозг и твой мозг не является мыслями потому что ты мозгом видишь и создаешь эти мысли берешь их или не берешь благодарю всем сердцем так ребятки задавайте еще вопросы вот еще у меня знаете так а по аналогии что происходит когда 8 оборотов перед сном делаем да я это ребятам говорила тоже на марафоне на марафоне деньги это просто по-моему да ребят все все марафоны можно купить в записи если что потому что меня спрашивают многие я забываю это сказать на эфирах у нас есть круговорот привычный круговорот когда мы крутимся по часовой стрелке когда против часовой стрелки вот но есть такой момент что одно дело когда мы прокручиваемся даже если вы посмотрите на часы часы не нашего времени привычного нашего привычного наш привычный циферблат он как обман нас потому что циферблат стоит а на нем крутятся только стрелки по часовой по часовой стрелке крутятся стрелки правильно сказала масло масло ну это я это говорит о том что то есть если мультяшным языком то циферблат это наша плотность наша платформа наша комната и когда стрелки крутятся по часовой стрелке то получается что жизнь идет проходит а мы стоим на месте то есть мы не живем эту жизнь нас искусственно приучили не жить эту жизнь что происходит когда мы искусственно перед сном восемь раз я ребятам говорила перед тем как лечь в кровать в постельку свою тепленькую вокруг своей оси прокручивайтесь восемь раз против часовой стрелки когда вы прокручиваетесь против часовой стрелки восемь раз можете начать с шести почему с шести то есть восемь это же как бесконечность да а шесть это шесть это ориентир полного циферблата полного куда бы вы не поставили стрелку у меня сейчас нет картинки чтобы нечем нарисовать всегда будет шесть вы можете с шести начать шесть раз прокручиваться против часовой стрелки это говорит о том что все что вы прожили за этот день вы свою физическую структуру обнуляете то есть все что как стерся ваш организм за этот день вы как будто ему возвращаете эти силы а если мы посмотрим циферблаты которые были ранее и даже до нашей эры то циферблаты всегда сам циферблат он всегда вращался то есть само пространство всегда вращалось против часовой стрелки а стрелочки по часовой стрелки и это давало гармонию гармонию жизни то есть ты не просто в стоячем болоте стоял и смотрел как вокруг тебя я не знаю там пролетают птички синички и все на свете а ты жил жизнь наблюдая за тем что происходит вокруг точно вот ярик вот вот это и значит что такое против часовой стрелки или по часовой стрелке и поэтому когда кто-то делает какие-то рисунки и говорит а как сделать какой-то рисунок против часовой стрелки или по часовой стрелке Вы всегда должны понимать, там будет у вас под рисунком подложка, либо вы будете, к чему вы ведете этот процесс, процесс рисования того, что у вас будет излагаться в какую-либо сторону. Ярик, давай, закрой там дверь, пожалуйста, потише, чтобы было. Так, Света, питаюсь плодами. Какие сделать анализы и исследования для понимания состояния тела? Что можно сказать про питание плодами? Ребят, я к питанию отношусь или не отношусь. Я могу сказать, что я не вижу ни в одной системе питания одних плюсов и ни в одной системе питания одних минусов. Вы четко должны ориентироваться на свое тело, и это должно быть обязательно, без фанатизма. То есть, если вы чувствуете, что на плодах вы получаете бодрость тела, красивую кожу, красивые ногти, красивые волосы, здоровые зубы, то, значит, на данный момент это ваш рацион. Но если вы чувствуете, что с вами что-то стало происходить, что-то не то, то обязательно задумайтесь. Поэтому я ни в коем случае не против, я сама какое-то время была на сыроедении, причем на сыроедении я уже говорила, на каком у меня было сыроедении. Я не знаю, как его назвать сыроедением, то есть у меня тогда не было денег. Я была практически на капустном салате, потому что жила тогда на Урале, не было денег купить помидоры, а если и покупала их, то это были пластиковые помидоры из пятерочки, которых просто только лишь головой я понимала, что это помидор. И на таком питании я была 6 месяцев, и для меня оно было идеальным. То есть практически на одном капустном салате и яблоках. Поэтому смотрите обязательно по своему состоянию. А какие анализы сдать? Ну, во-первых, нужно сдать обязательно на лейкоциты. Лейкоциты говорят о том, что ваше тело готово бороться с инфекцией или нет, насколько оно чувствует, что инфекционный барьер близок. Второе, вы должны сдать обязательно на витамины В6 и В12. Почему В12 обязательно? В12, этот витамин отвечает за паразитарную структуру нашего тела. А из нашего тела паразитов всех вывести невозможно. Паразит, он же не появляется, вы же не едите глистов с яблоком или там с чем-то еще. Они начинают появляться с вашим образом питания, с вашей системой питания. Это то, что помогает вам, как бы это ни звучало. То есть понятно, что когда вы переходите на другие виды питания, бывает такое, что организм просто загажен. Конечно, его нужно почистить в определенных случаях. А в некоторых случаях вы просто должны понимать, что начисто вы не вычиститесь. Паразит, господи. Поэтому В12, она отвечает за паразитарку. И если В12 в достаточно хорошие показатели, то значит оно будет вам помогать убирать то, что вам не нужно, что у вас будет вызывать какие-то состояния брожения. Но еще и питание плодами, нужно понимать, что какими плодами. Это плоды из супермаркетов, там магниты пятерочка, либо это плоды из своего сада, или это какие-то жаркие страны. То есть тут очень большой разбег. Лейкоциты давно понижены. Немного ниже нижней границы. Сейчас также чуть ниже. И еще, ребят, по состоянию печени обязательно. Есть несколько анализов на печень. Их нужно тоже сделать обязательно. Нужно посмотреть вообще, насколько у вас печень, в каком состоянии. Потому что это основной фильтр. И завышены ли показатели. Это тоже очень важно. В группе где-то скидывало, какие анализы нужно сдать. Может быть у всех группах. По крайней мере в группе, в телеграм-канале школы автономии. Они точно есть. Вы можете зайти. Может быть вам кто-то из ребят перекинет. Где-то они точно есть. Если что, я могу там в группу еще раз кинуть список прям анализов.